Всем привет, дамы и господа! Сегодня мы с вами будем изучать кресло от компании Chico. Моделька называется Seed to Fit Eye Size, если правильно. Да, я правильно произнес. Это итальянское кресло, которое сейчас есть в ассортименте магазина, сети магазинов Мир Автокресел. Категория с рождения до 4 лет. Ну, с рождения до метра ростом, если по-простому. Что касается самого бренда, друзья, сразу хочу сказать. Такое коротенькое мнение, чтобы вы понимали, что это за бренд. Это не премиум сегмент, но это такой вот прям четкий, яркий представитель среднего сегмента. Даже чуть повыше в Мире Кресел, который дает нам хороший материал. Ликвидность на вторичном рынке, хорошо все знают, хорошо продается. Хороший уровень безопасности. Кстати, здесь нормальная оценка по DACу. Вообще все хорошо. И плюс Eye Size, друзья, можно доверять ребенка спокойно. Вот, и это не какой-то но-нейм непонятный. Это такой хороший брендище, которому уже много лет. И почему бы его не рассмотреть, друзья. Вот, что касается безопасности, вопрос закрыли. Смело, возим. Все здесь хорошо, DAC нормально. Здесь даже, кстати, стоит дополнительная система, которая гасит энергию при боковом ДТП. Это, скажем так, удар происходит. Она первая рушится, и потом энергия уходит на сам каркас. Это уже, знаете, в нормальных креслах является таким, я имею в виду, это дополнительная защита, таким золотым стандартом. Где-то это такие фейковые непонятные накладочки на каких-то непонятных креслах. А в таких брендах это реально работающие элементы, друзья. Что касается самого кресла, друзья. Оно у нас разворачивается на 360 градусов. Вот это реально прикольно. Подошли к автомобилю, открыли дверь. Заранее, вот, со вчерашнего дня оно повернуто к вам. Посадили ребеночка, пристегнули его пятиточечными ремнями. Здесь, кстати, на обратной стороне есть такой антискользящий материал, чтобы при ДТП лучше фиксировался ребенок, и сам ремень меньше травмировал его. Вот это вот классная вещь. В нормальных креслах вы это всегда увидите. Вот, повернуто к вам, посадили ребеночка, развернули. Если уже вперед, едете вперед. Если еще против хода, все. И едете себе дальше. Так, что касается посадки, друзья, сразу хочу заметить, мы уже много мерили детей в этих креслах, его хорошо покупают. Здесь очень классная и хорошо, скажем так, фиксирующая ребенка посадка. Это очень эффективно при ДТП. Чем ребенок лучше зафиксирован, тем лучше при ДТП, чтобы у него было меньше хода. И зафиксирован он благодаря вот этому классному вкладышу с эффектом памяти, кстати, подголовник. Вкладыш, он, естественно, по мере роста демонтируется. Пока маленький совсем карапузик, он нам нужен. А потом мы его, соответственно, достаем. Сейчас, секундочку. Сниму вот так вот это все дело, чтобы оно не мешало. И вам покажу. Вот этот вот вкладыш, видите, он вот со специальной вставкой под поясницу, чтобы ребенок лучше лежал. Его мы возим, ребенка имею в виду, мы возим с этим вкладышем до приблизительно 9 месяцев минимум. Можно дальше возить ребенка против хода, если помещается. Но до 9 месяцев мы едем обязательно против хода и лежа. А вот непосредственно сам вкладыш мы уже убираем по мере необходимости. Обычно до полугода он прям четко нужен. Потом ребенок все-таки уже становится больше. И он некоторым мешать начинает. Поэтому демонтируйте его тогда, когда покажется вам, что уже тесно. Потом же у нас, вот видите, появляется большое просторное кресло. Вот, и место здесь для ребенка с 9 месяцев до 4 лет, до 100 сантиметров. Просто вагон. Оно широкое, удобное. И вот у нас получается, что по поводу наклона. Это мы полностью сидим. Это у нас положение отдыха. Не могу сказать, что у этого кресла супер какие-то большие наклоны. Но, в принципе, вот такое положение отдыха достаточное у ребенка есть. Но на рынке есть кресло, где побольше наклон. Но там немножечко цены повыше. Вот. Но, в принципе, достаточный угол наклона. Что касается тканей, друзья. Ну, это явная синтетика. Понятное дело, это не премиум сегмент. Но синтетика приятная тактильно. Не раздражает. И, как показывает практика продаж кресел с такой тканью, ткань достаточно живучая. На ней слабо появляются вот эти катышки, зацепки с годами. Поэтому вот она, товарный вид, достаточно долго держит. И еще, что интересно, что важно, точнее говоря, стирать, когда будете эту ткань, стирайте до 30 градусов, чтобы она не села, и вы смогли нормально ее обратно одеть. Ткань используется на подголовнике, на спинке одна, а на самом кресле другая. Здесь она более такая, вот видите, перфорированная, непосредственно где спинка и голова. А в остальной части обычная такая гладенькая, простая ткань. Что касается крепления, друзья, в iSize вы по-любому будете видеть кресло только с изофиксом. В данном случае у нас изофикс и упор в пол. Фиксация самая нормальная. Бывает или якорный ремень, или упор в пол. Это взаимозаменяемые вещи. Изофикс защелкнули, упор в пол выдвинули, увидели зеленую индикацию и на изофиксы, и на упоры. Все, значит можно ехать спокойно. Вот, по поводу поворота еще раз вам напомню на всякий случай. Когда ребенка маленького возите, вы вот против хода возите до 9 месяцев минимум. Если можете ездить дольше, ездите. Потому что это самое безопасное положение. Но не раньше 9 месяцев вам нужно будет развернуть кресло вот так. Это очень важно, потому что ребенок еще не сформирован до 9 месяцев. Он не выдержит лобового ДТП. Поэтому не рискуйте. Это небезопасно. И ездите только так. Собственно, друзья, по большому счету, всю информацию, которую я хотел вам донести по креслу, я донес. Это такой хороший среднячок. Качественно сделан с хорошими результатами по безопасности. С возможностью поворотом на 360. Ликвидные на вторичке потом. Достаточно легко это все продается. И такое соотношение по цене-качеству очень даже, в принципе, окей. Поэтому, друзья, приезжайте в сеть магазинов Мир Автокресел. Мы вам тут все покажем, расскажем. Вы убедитесь в том, что это кресло действительно интересное. А вопросы остались. Комментарии открыты. Пишите. С вами пообщаемся там. Вам хочу пожелать удачных дорогах. Пока.